Градуация глупости в самом ответе заключена, то есть смотрите, вы делаете ноги три раза в неделю и на мужика не похожи, а верх сделать один раз в неделю, вы сразу перекачаетесь и шварценеггер превратитесь. Ну где логика, правильно? То есть наоборот, верх у женщин вообще отстает от природы, то есть у нас в организме три типа мышечного волокна, быстрые, медленные и промежуточные. Промежуточные мы не учитываем, потому что они трансформируются в зависимости от того, чем мы занимаемся. У женщин медленные преобладают в ногах и вверху быстрые, то есть наоборот, над верхом нужно усиленнее, усерднее работать, а наблюдается совсем обратная картина, верх практически не делают. Поэтому, ну, это просто абсолютно неправильно. Если вы делаете ноги два-три раза в неделю, то верх, ну, не меньше, по крайней мере. Ну да, ощущение того, что вы после тренировки надулись, там, мышцы набухли, твердые, это же не значит, что вы на всю жизнь такие останетесь. Вы накачали в них кровь и через полтора часа кровь оттуда отхлынет и все, вы сдуетесь и никакого результата. То есть не надо думать, что вот я накачал руку, о боже, какая она огромная, я теперь на всю жизнь не останусь. Отрежьте мне ее. Что мне делать? По поводу сброса веса. Это круговые тренировки, мы прокачиваем тренинг. Тело за одну тренировку делаем упражнения на все основные мышечные группы. Это тоже практически не делается, а если я вижу, что делают, то это где-то пять упражнений на низ тела и одно-два наверх. Опять же, диспропорция. Вообще, лучше трениться четыре где-то раза в неделю и промежутки забивать кардио-тренировками. Жир откладывается, я уже сказал. Почему? Потому что у вас намного больше эстрогена. Тестостерона у вас практически нету. Женский аналог мужского тестостерона – это прогестерон. Так, еще что. Фаза овуляции у женщин. Это максимально работоспособный период. Ей происшествует кое-что другое. Вы сами знаете, что плохое самочувствие, там и бла-бла-бла. Если вы встанете на весы, то это скорее полтора килограмма плюс. То есть, не надо думать, что там вот я тренировалась, худела-худела и опа, я вдруг на полтора-два килограмма поправилась. Это жидкость. Почему это происходит? У вас в этот период смена гормонального фона. Причем она меняется где-то три-четыре раза за неделю. Вот именно в этот период. Естественно, жидкость держится. Плохое самочувствие, там нервики и все вокруг засранцы. Вот. Хочется есть, хочется всех ненавидеть. Весы оставляем в покое, контролируем питание. Вот и все. Есть какие-нибудь вопросы по поводу низ, верх, тела? Кто-нибудь что-нибудь хочет спросить? Ну, допустим, присед. Если мы всегда берем присед, давайте качать по полку, все такое. Постановка стоп. В зависимости от каких мышц и как работают. У нас нога, если мы берем бедро, это четырехглавая мышца квадритепс и задняя поверхность бедра. Бедра плюс ягодичная. Ягодичная везде ассистирует. Бай-бай. Вот. То есть нет целенаправленного какого-то движения именно на ягодичные мышцы. Везде в первую очередь будет работать квадритепс. И, кстати, у женщин генетически предположено развитие именно квадритепса. То есть он растет в первую очередь. Поэтому начинается там, ой, у меня капли появилось, я не буду приседать. И вообще. Если наблюдается такая картина, то помимо приседа, просто специализирующиеся упражнения, не нужно делать дополнительно эту мышечную группу. Вот и все. Оставляем одну базу. Ну пусть это будет, допустим, присед фронтальный. Хотя нет, фронтальный тоже. Абсолютно. Оставляем выпады. Вот и все. От постановки стоп. Это зависит внутренняя или внешняя поверхность бедра. Но в любом случае квадритепс будет всегда работать. Он будет работать полностью. Вы незначительно смягчаете акцент. Внутрь или наружу. Вот и все. Это то же самое, как, знаете, со спиной. Там подходит вот в зависимости от хваты. Я там середину, низ спины, внешнюю область прокачаю. Если вы посмотрите, ну, допустим, сравните тот же квадритеп со спиной. Квадритеп состоит из четырех пучков. То есть квадр четыре. Широчайшая она одна. То есть она не сепарирована на пучки. Вы ее либо качаете, либо не качаете. И какая разница, каким хватом вы взялись. То есть если вы ее чувствуете, значит вы ее качаете. Если нет, то нет. Вот и все. А праться как-то узко, широко на себя, обратный прямой хват. Незначительный акцент абсолютно. Если уж говорить об этом, то лучше наклоны корпуса менять. Вот и все. Тогда пойдет акцент более-менее. Например, внутрь, наружу стопы. Это если уже говорить о прокачке икроножных. Там постановка стопы намного большего роли играет. Вот и все. А при приседе это широкая и узкая постановка ног. Вот и все. Гаг, короче, по поводу Гага. Прям, я не знаю, дня два назад такую офигенную статью прочитал, что он вообще анатомически неудобный тренажер. Поэтому, если его и делать, то вот у нас обратный стоит. То есть, там как не мучайся, все равно колено будет выходить за стопу. То есть, для сустава, для гаги на стопу вообще неадекватное движение. Деструктивное для хрящей. Если бы этот был не обратный, он лучше просто элементарно по биомеханике, потому что платформа длиннее. Там, если ты захочешь ноги подальше поставить, ты просто вылетишь с него. Вот и все. Потому что платформа короткая. По поводу Гага, что еще. Его лучше делать в конце, потому что на него вешать, 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 вешать. И, кстати, этот тренажер очень сильно цепляет квадрицепсы. Опять же, они у вас и так нафигово растут сами по себе. У женщины вообще предрасположены к довольно быстрому развитию нижних конечностей. И, кстати, у вас фаза утомления намного дольше наступает. То есть, вы выносливее в плане физической усталости. И это значит, что вы быстрее восстанавливаетесь. И паузы между подходами вам нужно делать короче. То есть, вообще, в принципе, что касается железа, женщины выносливые в этом плане. То есть, там, где мужику, допустим, надо будет 3-5 минут, вы за 1,5-2 минуты отдохнете, восстановитесь. Вот и все. Из этого уже вытекает и тот факт, что вы можете чаще тренироваться в течение недели. Вот и все. В период, допустим, подготовки и межсезонья, соревнующийся атлет, ну, обычно ноги один раз в неделю прокачивают. Вы спокойно можете в тот же самый период 2-3 раза ноги качать. И вы будете восстанавливаться. С руками, с верхом тела, конечно, совсем другая ситуация. И, кстати, почему все это? Это, опять же, генетически заложено. То есть, если смотреть, соотношение пропорции верха-низ тела у женщин, оно смещено вниз. То есть, у вас верхняя часть туловища больше нижней. Это вытекает из физиологии. То есть, центр тяжести смещен вниз, ноги короче, потому что, когда женщина вынашивает ребенка, это очень большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Каблуки, кстати, так и были изобретены, чтобы скрыть вот эту небольшую беспропорцию. То есть, женщина одевает туфли на каблуках, ноги визуально удлиняются. Вот это, где вся эта приколюха. В связи с этим и восстановление у вас совсем другое. Ну, и надо всегда-всегда обязательно делать. Не всегда, не всегда. А бёрпи – это уже конкретная специализация. И она из тренинга конкретного человека вытекает. Вот и все. Я в самом начале же сказал, что женщине лучше не опускаться ниже 20% жировой прослойки. Это на гормональный фон влияет. Сушиться до 20% – ну, в этом ничего сложного. Главное, потом не срывать. То есть, вообще, проще всего углеводное чередование. Диеты, которые Мадина пишет, там, в принципе, ничего не убирается. То есть, если ты выкладку посмотришь, там в течение дня и сыр, и пол. Да, есть все. То есть, она просто держит определенный дефицит калорий. Вот и все. У нее диеты, которые она составляет, допустим, нужно тебе в день полторы тысячи калорий, и она тебе пишет на 1400-1300. Вот и все. Но такая диета не уберет у тебя воду из-под кожи. Углеводное чередование – это вообще идеально. То есть, вообще, это зависит, кстати, от человека, потому что для кого-то держать оптимальную неделю, для кого-то две недели, у кого-то три через день, у кого-то четыре через день. То есть, человек сидит на безуглеводке, например, четыре или три дня. У него там очень жестко, просто белок, клетчатка, это овощи. И один день он себе позволяет отъедаться. Но не так, чтобы как Робин Бобин, там, он, клюзик, чтобы он до дома дополз, на бок лег рядом со своим животом. Это неправильно. Естественно, такой избыток калорий человек будет тратить в течение трех-четырех последующих дней и особо пользы от этого не будет. Естественно, его зальет, его несет как шарика. А если говорить о женщинах, то это вообще на недельку он потом работает. Зачем это нужно? То есть, вы выбираете одно-два своих любимых блюда. Опять же, блюда, а не блюда. В одном этом пирожном, в принципе, калории не слабо содержатся. И в течение дня вы можете просто 4-5 суточных рационов съесть. И сколько вы потом все это будете сжигать. Правильно? Тот эффект, который ты ждешь от кофе, без воживания, например, его не будет достигаться. Это не кофеин, лучше чай обычный пей. Я помню, что... И смысл, смотри, в течение дня ты пьешь только кофе, ты ничего не ешь, у тебя замедляется обмен веществ. Это тортик, который ты съела, который, по идее, у тебя должен тратиться, расходоваться на энергию, вследствие того, что обмен веществ замедленный. Все это лежит и не расходуется. Смысл, почему люди едят маленькими порциями, по чуть-чуть, 5-6 раз в день. Обмен веществ ускоряется. Правильно? А поесть один раз в день, тебе что думаешь, от этого лучше будет? У меня, кстати, в том году женщина ходила, она вообще страшным ожирением страдала. Она ела один раз в день после работы макароны. И она жаловалась, почему я не худею. У нее ипотека была? Ожирение вообще страшное. И там кожа уже какими-то пятнами пошла. То есть она весь день пила какие-то там чаи, соки, прочую фигню. То есть обмен веществ вообще стремился к нулю. Перед сном она приходила с работы, съедала вот этот тазик макароха, ложилась спать. То есть, ну, я думаю, всем понятно, что происходило. То есть вот эти быстрые углеводы за ночь откладывались в виде новых адипоцитов. Вот и все. Идеальное тело, смотри. Я даже не знаю, как сказать. Идеал-то у каждого свой. И я не знаю, что ты подразумеваешь под понятием идеальное тело. Чуть подкачанная. Чуть подкачанная, смотри. А вот, допустим, для кого-то Лена чуть подкачанная. Для кого-то я чуть подкачанная. То есть все все познается в сравнении, понимаешь. При регулярных тренировках, смотри. Во-первых, чуть подкачанная. У девчонок это как проявляется. То есть она увидела, что руки начали детализоваться. Чуть-чуть. То есть там она чуть-чуть сбросила. Там два килограмма начинает появляться делиться битепса-тритепса. Все, она сразу похожа на мужика. Все, она перекачанная. Она на это все забила. Убежала. Не знаю, как тебе на этот вопрос ответить. В течение месяца жировую прослойку реально потерять в районе 4 килограмм абсолютно безболезненно. То есть это будет комфортное жиросжигание. При этом если ты будешь правильно питаться, то если брать статистическую девушку где-то килограмм-полтора в первый месяц тренировки ты сможешь прилепить мышечной массы при условии правильного питания. То есть наряду с потерей жировой прослойки и с приобретением миофибрильной массы ты увидишь результат. Но опять же я не знаю что ты считаешь чуть подкачанным, что ты считаешь идеальным. У тебя посекутся плечи в том, в каком плане у тебя будет отделение дельтовидный от руки, от трицепса, от битебса. То есть ты увидишь детализацию. Обычно это девушек всегда пугает. То есть они видят вот этот переход и все типа обозначилось плечо. Боже, я мужик. Вот и все. Килограмма на 4 за месяц похудеть ты сможешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok